Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Хайтек. В этом видео вы увидите, как восстановить аккумулятор от гироскутера. В общем, давайте посмотрим, что нам нужно. Нам нужен мультиметр, лабораторный блок питания, либо какой-то, где вы можете настроить напряжение, ну то есть где-то 4,1-4,2 вольта. Соответственно, сейчас происходит зарядка аккумулятора. Также нужно нам два магнитика. Ну, так просто удобней. Мультиметром мы смотрим напряжение вот этих вот баночек. Предварительно я выключил БМС, то есть вот этот вот, то ли балансир, то ли еще что-то. А в общем, смысл в чем? То, что когда я заряжал эту батарею, да, зарядка не видела батарею, как будто ничего не происходит. При этом батарея была где-то 35-36 вольт, то есть разряженная получается. Вот, соответственно, что я сделал? Я просто распотрошил вот так вот аккумулятор и вот эти баночки просто поочередно заряжал. Тут вот эти две соединены, так что заряжаем и заряжаем где-то две баночки одновременно. Так, зарядка у меня сбилась. Собственно, вот таким вот образом делаем. То есть обязательно полярность, смотрите, чтобы было правильно. В общем, в чем проблема оказалась с батареей, если по существу неравномерный заряд батареи, разбалансировка получается. То есть представим себе, что вот эта батарея 4,1 вольт, это 4,1 вольт, да, а вот это 3,5, например. Ну, то есть как, в принципе, и случилось, да, и приходится дозаряжать. Когда все мы выровняем, тогда можно просто будет зарядить батарею, разрядить и посмотреть. Бывает так, что просто какой-то элемент либо бракованный, либо еще что-то, и его, наверное, нужно будет заменить по-хорошему. Ну, чтобы батарея равномерно разряжалась. Ну и, соответственно, какой-то балансир должен стоять, чтобы все это дело балансировать удобно. Но можно, как говорится, отбалансировать вот так вручную. Так что идет процесс у нас зарядки потихоньку. Я так периодически с помощью мультиметра прозваниваю, смотрю напряжение. Ну, например, на вот этих банках, то есть можно вот так вот посмотреть. Так, сейчас попробую это организовать. В общем, нужно нормализовать батарею, и тогда у нас все будет работать. Так что вот такой мой эксперимент. Пишите в комментарии, если вам тоже как-то удалось быстро оживить батарею, и у вас все заработало. В общем, подписывайтесь, будет еще продолжение. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok